Как будет развиваться микрорайон Юго-Западный? Что с жилыми домами, сдача которых стала задерживаться? И как решат проблему с нехваткой мест в учебных заведениях? Будет ли строиться новая школа? Ответить на эти вопросы постараемся в следующем репортаже. 30 тысяч населения, 850 тысяч квадратных метров жилья. Планируется, что таким микрорайон Юго-Западный станет к 2025 году. Сейчас пройдено почти половину пути, построено 90 домов. Последние дались дорого, в буквальном смысле у застройщика финансовые трудности. И помогать людям получить обещанные квартиры взялись областные городские власти. Семья Елены Афониной ждала новоселье 2 года. Сегодня принимает квартиру. Выбирали специально без отделки. Ремонт будут делать на свой вкус. Новый район, дом, как бы развита инфраструктура и рядом школа. И это вторая проблема, которую сегодня пытаются решить власти. В губернаторском лицее номер 100 мест для всех детей микрорайона недостаточно. Родители и общественники бьют в колокола. Построить или дополнительную школу, или хотя бы корпус для начальных классов. Потому что проблема здесь большая. В среднем умещается в школы желаемых около 50%. Первые классы будут формироваться в соседних учебных заведениях. Это школы номер 61 и 85. Лицее номер 13 и 45. До 25 августа к ним из микрорайона Юго-Западной обустроят безопасные пешеходные маршруты. А тем временем начнут строительство новой начальной школы. И сейчас мы поднимаем вопрос по строительству блока, нового школьного блока к нашему лицею. Кроме того, в микрорайоне будут возводить детские сады и завершат строительство центра художественной гимнастики. Что же касается жилых домов, то они продолжат расти. На территорию Юго-Запада уже пришли другие застройщики. Дмитрий Емельянов, Вести, Ульяновск.